В эфире программа «Территория закона». Главные темы этого выпуска. Продолжение истории с детской площадкой из лесопарка. Басманный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест руководителя управления энергетики ЖКХ Рязани Игоря Ковалева. Получили условный срок. Вынесен приговор бывшим игрокам футбольного клуба «Рязань», напавшим на женщину. Обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. В Шиловский район пришлось срочно выехать сотрудникам взрывотехнического подразделения ОМОН. На этой неделе задержаны первые подозреваемые по делу о детской площадке в лесопарке. Басманный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест руководителя управления энергетики ЖКХ Рязани Игоря Ковалева. На такой же срок задержан второй фигурант, директор фирмы-подрядчика Михаил Бузанов. Басманный суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест руководителя управления энергетики ЖКХ Рязани Игоря Ковалева, обвиняемого в мошенничестве при строительстве детской площадки. Отбывать домашний арест фигурант будет в своей квартире в Рязани. По решению суда ему запрещено покидать квартиру, использовать интернет, телефон, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников. На судебном заседании, где решалось, какую меру пресечения избрать для Ковалева, представитель следствия заявил, что вину Ковалев частично признал. По словам адвоката обвиняемого, Ковалев хочет сотрудничать со следствием и давать правдивые показания. По словам следователя, Ковалев, занимая пост в администрации Рязани, вступил в преступный сговор с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом-62» Михаилом Пузановым и другими неустановленными следствием лицами. Путем изготовления актов выполненных работ в рамках муниципального контракта он перевел средства из государственного бюджета на счет другого фигуранта дела. Сумма ущерба, ввиняемая чиновнику, составляет стоимость площадки 4 миллиона 950 тысяч рублей. Фигурант по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки в Рязанском лесопарке, гендиректор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов, арестован на два месяца. Свою вину он не признает. Напомню, 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили средства, но объект якобы существует только по документам. Ковалев был задержан в отношении него. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере. Бывших игроков ФК Рязань Дмитрия Митина и Артема Надеева, обвиняемых в нападении на женщину, железнодорожный суд Рязани приговорил к условному сроку. Футболисты получили по 3,5 года. Они полностью признали вину. За нанесенный физический и материальный вред осужденные выплатили пострадавшей компенсацию. Как пишет ТАСС, потерпевшая сторона не настаивала на наказании, связанном с лишением свободы. Напомню, ограбление произошло в прошлом году, в ночь на 18 декабря. 41-летняя женщина вышла на улицу, чтобы снять деньги в банкомате. По пути домой на нее напали двое мужчин. Избили и отняли сотовые телефоны деньги. Подозреваемых нашли по записям уличных видеокамер. Подросток с пневматическим пистолетом пытался ограбить магазин в Рыбном. 14-летнего жителя задержали сотрудники уголовного розыска. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Темная бейсболка, камуфлированная куртка, лицо замотано шарфом. Неизвестный пытался ограбить магазин в городе Рыбное. Продавцу он угрожал пневматическим пистолетом. Чтобы доказать серьезность намерений, предварительно выстрелил в витрину. Однако завершить ограбление он не смог. В этот момент в магазин зашел посетитель. Злоумышленник занервничал, взял с прилавка три шоколадных батончика и убежал. По мнению очевидцев, нападение совершил подросток, что было заметно по телосложению и голосу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению разбоя причастен 14-летний житель Рыбновского района. Школьника разыскали и задержали. По предварительной информации, 14-летний парень, который проживает с родителями в Рыбновском районе, взял пистолет отца. С помощью ограбления он пытался раздобыть денег, чтобы приобрести мотоцикл. По факту разбойного нападения ОМВД России по Рыбновскому району было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подросток в присутствии мамы и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рыбновскому району дает пояснение о случившемся. Материалы уголовного дела готовятся для передачи в Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области. Стоит отметить, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Галина Кудряшова, телекомпания «Город». Два изнасилования 13-летней давности рассказали рязанские следователи. Преступления произошли в 2006 году в городе Сасово. Пострадали две девушки 13 и 17 лет. Найти преступника тогда не смогли, хотя с места преступления изъяли следы пальцев рук. Природоохранная прокуратура после жалоб жителей в соцсетях приехала с проверкой в хвойный питомник. На неделе в интернет выложили видео, снятое недалеко от деревни Затишье Рязанского района. Автор жаловался на резкий запах и предположил, что большегруз перевозят неизвестные отходы. Это видео выложили все недовольные жители. По их словам, в питомниках хвойных пород свозят неизвестные отходы. Приехавшие на место представители контролирующих органов выяснили, это полигон, работает здесь предприятие «Экоизыскание». У него есть лицензии на переработку иловых осадков с точных вод. Их привозят с промышленных предприятий, осадки смешивают с опилками и реагентами. Учитель стоит на бетонной площадке. И пятый бурт на грунте. И дальше готовый продукт. Процесс отображения идет несколько дней. После того, как он окончится, бывшие осадки можно использовать для посадки хвойных деревьев. Первую партию планируется высадить за территорией. Это и будет тот самый питомник, о котором говорили местные жители. Пока же деятельность организации будут проверять. На предприятии отбирают пробы отходов. Например, эти отвезли сюда 2 июня. Пробы берутся даже с площадки со строительными отходами. По результатам исследований предстоит, во-первых, проанализировать расширительную деятельность органов контроля. Какая расширительная документация была получена на данный вид деятельности. Соответствует ли она предохранным требованиям. Соответствует ли данная деятельность санитарно-игиеническим требованиям. И уже на основании этого будем применять меры, если они будут к тем организациям, которые осуществляют деятельность. В ходе проверки предстоит сопоставить тот вид деятельности, который был заявлен в документах, с тем видом деятельности, который осуществляется фактически. Результаты проверки станут известны к концу месяца. Купить права любой категории, сделать дубликат паспорта и других документов через интернет предлагали на сайтах. Занимающиеся противозаконной деятельностью ресурсы заблокируют. Какое наказание ждет владельцев? Расскажем далее. Жителям предлагалось приобрести водительские удостоверения любой категории без прохождения обучения. И дубликаты паспортов граждан страны прокуратура обратилась в суд, чтобы признать информацию, распространяемую сайтами, ненадлежащую к распространению на территории России. Ответственность существует как за подделку и продажу документов, которые представляют какие-либо права, так и за их использование. Наказание за подделку и испыт подделенных документов может быть до двух лет лишения свободы. Если же эти документы планируются использовать для совершения иных противоправных деяний, то до четырех лет лишения свободы. Тем, кто использует подделенные документы, нужно помнить, что наказание может быть применено в виде штрафа от 80 тысяч рублей или дохода осужденного за шесть месяцев, а также нарушителю грозить срок лишения свободы до шести месяцев. Хозяйка магазина из Ухоловского района задерживала выплату заработной платы работникам. В марте задолженность составила 108 тысяч рублей. После жалобы в надзорные органы задолженность была погашена, и тем не менее хозяйку магазина ждет суд. В соответствии с частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушителю грозит наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Одновременно нарушитель может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на протяжении трех лет. Перебегают с железнодорожной пути под красный сигнал семафора, рискуя жизнью. Транспортная полиция провела рейд на одном из переходов, соединяющих поселок Порошиловка и Московское шоссе. Какое наказание ждет нарушитель, расскажем далее. На переходе у платформы лагеря на пешеходы вынуждены идти на красный. Семафор временно не работает, поэтому единственный способ попасть в поселок Порошиловка и обратно, посмотреть по сторонам и просто идти. О приближающемся поезде предупреждают сотрудники железной дороги. Чуть дальше оборудованного перехода нет, но движение через пути такое же интенсивное. Транспортная полиция, инспектор ПДН Фровов. Ну почему нарушаете? Вы местные, здесь проживаете? Ни маршрутки, ни автобуса нет. Мы это все понимаем, но тем не менее, специально оборудованный переход есть для этого на платформе лагерной. Там вы можете безопасно перейти. Это полезно для здоровья немножко прогуляться, пробежаться. А здесь вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности. Главная отговорка у пешеходов-нарушителей маршрутки, автобусы в Порошиловку ходят плохо. Перейти железнодорожные пути и сесть на транспорт на московском шоссе – единственный способ попасть на работу. Пользоваться оборудованным переходом неудобно. До него нужно идти еще полтора километра. 66-го года как-то все просим, просим, дайте нам. В дальнейшем будете соблюдать правила. Нужно соблюдать, а не стараться. Мы всегда все смотрим, в наушниках не ходим. Ну вот правила вы знаете, но тем не менее, нарушаете. На первый раз предупреждаю. Все, аккуратней, счастливого вам пути. Транспортный полицейский на первый случай выписывает предупреждение за повторные нарушения грозит штраф. Всех, кто переходит здесь пути, просят в первую очередь подумать о своей безопасности и соблюдать правила. Переходят в неустановленных местах, они серьезно подвергают жизни своей опасности. Поезд движется очень быстро, тормозной путь у него очень большой. У пассажирского это от 300 до 600 метров. У грузового поезда, учитывая, что он тяжелее, инерция у него большая, это от 600 метров до полутора километров. Поэтому остановиться он сразу не сможет. И человеку очень тяжело увернуться и спастись. В июле-августе прошлого года в Рязанской области зарегистрировано три случая травмирования несовершеннолетних. Один смертельный, два поражения электрическим током. Поскольку у нас электрифицированная железная дорога, над рельсами идет контактный провод, в котором напряжение от 3000 до 27000 вольт в зависимости от участка. Поэтому, когда приближается человек к этому проводу, касаться его не обязательно, достаточно на полтора-два метра приблизиться. И переходит статически этот разряд на человека. Получает очень серьезные ожоги, вплоть до смертельных исходов. В городе самыми криминогенными переходами являются Рязань-Лесок и Стенькино-Денежниково. Туда чаще всего выезжают сотрудники полиции. Кроме того, на таких станциях часто находят подростков, находящихся в опасном положении или ушедших из дома. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 245 мм обезвредили в Шиловском районе сотрудники взрывотехнического подразделения ОМОН. В начале недели предмет, визуально схожий с боеприпасом, обнаружили жители поселка Прибрежный при проведении земляных работ. Оказалось, что это не последняя опасная находка. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили местные жители в поле рядом с населенным пунктом в Шиловском районе взрывотехники. Выехали на место, оцепили территорию и начали обследование местности. Работать пришлось целый день на жаре, пока все боеприпасы не были извлечены из земли. В сходе разведки сотрудниками инженерной службы были обнаружены 8 боеприпасов от артиллерийского орудия. После обнаружения боеприпасы были уничтожены в безопасном месте. Как выяснилось, это были артиллерийские снаряды. Несмотря на то, что они пролежали в земле десятки лет, они представляли опасность. Сотрудники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом. И в заключении выпуска сюжет, посвященный ветерану следствия. Андрей Широков прошел путь от следователя районной прокуратуры до руководителя отдела по расследованию особо важных дел. Следственного комитета занимался расследованием дел, которые прогремели на всю страну. Задержание членов Слановской группировки, дело Монстров и Старожилов. Воспоминаниями о них он поделился с нашей съемочной группой. Он расследовал одно из первых дел по Слановской группировке. Это потом история рязанской банды и рассказы о криминальных разборках, убийствах и грабежах прогремели на всю страну. Начиналось все со статьи «Бандитизм» тогда еще Уголовного кодекса РСФСР. Ветеран следствия Андрей Широков до сих пор помнит, возбуждено уголовное дело было 13 сентября 1996 года. В нем было множество эпизодов. Первый похищение коммерсанта у родственников требовали выкуп. Похитители, часть их, которыми мы с ним находились, задержаны. И, собственно говоря, некоторые из них, что называется, на уж на профессиональном сленге поплыли. То есть стали рассказывать не только об этом преступлении, но и о других преступлениях. Еще одно громкое дело, которое расследовал Андрей Широков, о группировке, которая известна на всю страну под названием «Монстры и Старожилово». В небольшом поселке начали происходить страшные события – убийства, ограбления. За плечами банды несколько убийств, в том числе девушек, труп одной, так и не нашли. Несколько убийств, в том числе и, можно сказать, совершенно немотивированных, поскольку отсутствует и какой-то корыстный мотив, просто на фоне потребления спиртного, но, тем не менее, связанный с особой жестокостью. Главарь банды был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, который потом заменили на пожизненное заключение. Андрей Широков проработал руководителем отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета до 2010 года. Бывших коллег не забывают, часто заходят в гости. Сергей Юрьевич, приветствую. Почти с инспекцией. Андрей Широков сейчас является председателем Совета ветеранов следствия. Память о работе и делах прошлых лет бережно хранится. Остались снимки, сделанные с коллегами, и фильмы, которые снимались после того, как дела были раскрыты, а преступники наказаны. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Берегите себя.